Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Оглашается приговор. Именем Российской Федерации Забайкальский краевой суд составит председательствующего районного секретаря Лотина с участием Государственного района подсудимых Романова Олейникова, защитников Самолова-Копейсникова, потерпевших Валитова, Сатурченко, Янбаева, Бусева. Жители Чернышевского района Александр Романов и Анатолий Олейник приговорены Забайкальским краевым судом к 16 и 17 годам колонии строгого режима соответственно за убийство 80-летнего пенсионера. Убийство было совершено 81-летнего жителя поселка Чернышевск. Похищено у него было около 87 тысяч рублей, после чего похищенными денежными средствами преступники воспользовались по своему усмотрению. Кроме того, Олейник был признан виновным в совершении двух краж и причинении легкого вреда здоровью. Как установил суд, в январе 2015 года Романов и Олейник, а также не доживший до суда третий участник преступления, несколько дней пьянствовали. Когда у них закончились спиртные деньги, собутыльники вспомнили про местного пенсионера-инвалида, который всегда помогал односельчанам деньгами в долг и своей пенсии. Больше полугода после похорон жены он проживал один в доме. И в этот раз мужчина не отказал в просьбе и одолжил своим гостям 100 рублей. Однако Романову это показалось мало, и он в грубой форме потребовал от пенсионера добавить еще 50 рублей. В ответ на отказ и просьбу удалиться он стал жестоко избивать старика. Руками, ногами, поленом, металлическим стержнем и ножом. Романов также в завершении нанес ему несколько ударов топором, отчего пенсионер скончался. Потом эксперты обнаружат на теле погибшего множественные переломы, ссадины и колот резаные раны. На основании части 3, части 4, статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить наказание для решения свободы сроков на 17 лет с отбыванием наказания в строительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Убедившись, что хозяин дома мертв, подсудимые обыскали жилое помещение и нашли отложенные им деньги в сумме около 97 тысяч рублей, которые похитили и тратили на спиртную одежду, сотовый телефон и еду. Через 2 дня после совершения преступления все трое были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok